Стар. Турция. Инициатива, которая сломает хребет доллару. Стар. Газете. Турция. 20 декабря 2019 года. Применение США долларового оружия для оказания давления на своих торговых партнеров мобилизовало мир. Крупнейшие торговые державы мира, прежде всего Россия, Китай и Индия, продолжают работы по подписанию соглашения об использовании национальных валют вместо доллара. Контракт на поставку российских систем противовоздушной обороны С-400 в Индию был подписан в рублях. Президент Эрдоган в свою очередь отметил, что вопрос о торговле в национальных валютах, которые он поднимал и ранее, становится еще актуальнее. Некоторые страны ищут пути отказа от доллара, используемого США в качестве оружия против многих государств, прежде всего своих торговых партнеров. Правительства, желающие противостоять санкционным и экономическим атакам США, стремятся расширить использование национальных валют и сломить влияние доллара, которые США используют как инструмент давления. Сегодня, 19 декабря, президент Эрдоган на саммите в Куала-Лумпуре принял участие в круглом столе «Приоритет развития и вызовы» в заседании на тему «Роль экономического развития в обретении национального суверенитета». В своем выступлении здесь Эрдоган обратил внимание на важность торговли в национальных валютах, и я считаю, что мы должны сосредоточиться на вопросе о том, что мы можем сделать вместе. Как вы знаете, мы все время говорим, что нам следует избавить нашу двустороннюю торговлю от валютного давления. Мы обращаем внимание на важность использования не иностранных, а наших национальных валют в торговле. Отсутствие наших собственных платежных систем делают наши финансовые рынки уязвимыми для шоков и манипуляций. С целью препятствовать этому мы пытаемся разрабатывать альтернативные платежные системы с такими странами, как Россия, Китай, Бразилия, сказал Эрдоган. В период, когда обсуждаются торговые войны, вопрос о торговле в национальных валютах становится еще актуальнее. В этом вопросе, в котором мы к настоящему моменту достигли довольно успешных результатов, мы готовы работать вместе с вами. Российско-китайская инициатива в рамках шагов в направлении отказа от доллара министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая ГАН, Еганг, в июне 2019 года подписали межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах вместо доллара. В заявлении российских властей отмечалось, что идет разработка новых механизмов взаиморасчетов национальных валютах между российскими и китайскими предприятиями. Еще один ход, от России и Турции было подчеркнуто, что в рамках соглашения, подписанного министром казначейства и финансов Турции Биратом Албайраком, Бират Албайрак, и министром финансов России Антоном Силуановым, стороны будут постепенно наращивать использование рубля и лиры в торговле между двумя странами. Кроме того, соглашение предусматривает расширение инфраструктуры приема российских карт МИР в Турции и подключение турецких банков к российскому аналогу SWIFT, системе передачи финансовых сообщений, СПФС. Помимо Турции, Россия договорилась о переходе к торговле в национальных валютах с Китаем, Вьетнамом. С-400 были куплены за рубли российско-индийский контракт на поставку зенитных ракетных систем и С-400 был подписан в рублях. Российские эксперты отмечали, что, если Вашингтон продолжит ужесточать свою санкционную политику, для стран станет обычным делом заключать военные соглашения в национальных валютах. С другой стороны, президент России Владимир Путин в сентябре этого года заявил, что в ближайшее время начнется первый раунд переговоров по подготовке проекта соглашения о создании зоны свободной торговли с Индией. Путин в своем заявлении также подчеркнул желание расширять использование национальных валют в торговле с Индией. Эрдоган, выход, национальные валюты в ноябре 2018 года на 34-м заседании постоянного комитета по торговому и экономическому сотрудничеству Организации Исламского Сотрудничества президент Турции Реджеп Таип Эрдоган обратился к исламским странам. Использование национальных валют в торговле между нами чрезвычайно важно для разрушения империалистических оков. Эрдоган, подчеркивая необходимость наращивания торговли между исламскими государствами, отметил, чем больше мы увеличим нашу торговлю, тем сильнее мы будем. Нет другого выхода, кроме использования наших национальных валют, иначе валютный курс нас раздавит. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.